К сожалению, в последние годы произошел спад на предприятиях Росспиртпрома, в том числе и на ликероводочном заводе, который расположился в Чебоксарах. Как работает предприятие и какие у него перспективы, журналистам рассказал министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Ежегодно Чебоксарский завод отгружал порядка миллиона декалитров спирта, но в этом году цифра будет в три раза меньше. По словам министра экономического развития, подобная ситуация характерна для всех предприятий и отрасли России. В этом году акционерное общество Росспиртпром планировало открыть в республике предприятие по утилизации контрафактной продукции на площадях Ядринского завода. Я напомню, что в 2012 году было подписано соглашение, были выделены определенные, был совместно реализован проект по обновлению парку. Основная задача, которую накладывала на кабинет министров и на Росспиртный ликероводочный завод наш, это сохранение производства, первое, и сохранение численности работающих, а также возобновление деятельности Ядринского спиртзавода рассматривается как первый этап запуска завода для того, чтобы стартануть. Там заниматься по всему привозку федерального округа, заниматься утилизацией именно контрафактной продукции. Ну это, может быть, это не полноценный спиртзавод, как таковой уже, но это начало старта нового проекта, плюс это создание рабочих мест с этими же налогами. Но если предприятие, если Росспиртпром вкладывается в это производство, в эту утилизацию, а эта утилизация тоже технологический передел серьезный, то будущее – это создание, ну мы надеемся, что это создание все-таки спиртопроизводящего завода. К сожалению, экономическая ситуация вынуждают многие корпорации сокращать свои инвестиционные программы. Под секвестр попало и производство в Ядрине. Владимир Аврелькин выразил надежду, что к концу 2015 года производство заработает. Если бы он был им неинтересен, я думаю, что его босила бы судьба тех четырех заводов, которые были закрыты в начале этого года. И задача Росспиртпром все-таки – это стать, ну, стратегической задачей стать монополистом в качестве производителя вообще спирта по России, да, но и, безусловно, сохранить линейку по выпуску водочных продуктов, конечного продукта. Поэтому это интересный для них бизнес. Ну, кроме того, они понимают, что это социальный бизнес, а прежде всего для субъекта. Поэтому мы идем навстречу друг другу, там не всегда это получается приятно, но мы должны находить пути решения для того, чтобы сохранить первую гречу расработчивость, сохранить наш бренд в республике, сохранить налоговое поступление. Бюджет, а больше здоровье жителей республики страдают и от теневого рынка алкогольной продукции. В Министерстве экономики просят всех сообщать о торговле безакцизным, контрафактным алкоголем в МВД республики.